Как и предсказывали майя, конец света наступил 21 декабря 2012 года. Как и предсказывали майя, после конца света удалось выжить лишь половину одного процента населения Земли. Почему вы жили именно эти люди к трое? Почему не повезло? Среди тех, кто задается этим вопросом, и эти двое счастливчиков, Катя Баб и Паша. Ведущие заключительной церемонии фестиваля «Вместе радио» 2010-2011 Екатерина Балакина, «Эхо Перми» и Павел Федоровский, «Бимрадио Казань». «Вместе радио» Блин, подстава какая-то. Садится батарейка, и ничего не получается. Так и зарядить негде. Вокруг никого. По идее, должно быть. Если кто-то выжил, значит, должны быть люди. Если люди есть, значит, они должны дать экстренный сигнал какой-нибудь. И оно должно появиться. Отлично. Но ведь кто-то же должен выжить. А мы живы? Мне кажется, да. Знаешь, у меня и жога. Разве у мертвых бывает и жога? Ты у меня спрашиваешь? Я как-то не эксперт по загробной жизни. Не знаю. Знаешь, я думаю так. Если и жога, значит, мы живы. Потому что, ну, не может быть на том свете плохо. Это как-то нелогично. Знаешь, я в новостях слышала, что в Швейцарию некоторые люди специально ездят за эвтаназией. Такой туризм. А представляешь, человеку делают эвтаназию. Он уходит в мир иной, а там по-прежнему хреново. Это же несправедливо. Не зря же говорят «отмучился». Это есть. Подожди. Слушай, гудит. Прибавлю. Погромче. Не знаю, даже, что делать дальше. Тут идет слайд, видимо, какой-то. После конца света главной новостью стало сообщение о том, что выжить удалось абсолютно всем людям, которые в момент конца света оказались в черных машинах с мигалками. Впоследствии выяснилось, что мигалки в сочетании с черными машинами с самого начала являлись универсальным средством защиты от таинственных и губительных сил Вселенной. Создание пробок, нарушение правил дорожного движения и ДТП были обочинами и непредсказуемыми эффектами этого спасительного изобретения. Блин, и тишина. Паша, а как мы выжили, если я, например, никогда не ездила на машине с мигалкой? У меня была такая история, нас как-то по пьяни забрали. Ну и, в общем, с мигалкой, да, было. Не, ну знаешь, меня как-то тоже как-то везли на скорой, но мигалку не включали. Было подозрение на аппендицит, но доктор мне сразу не поверил. Но мать сказала, везите никаких гвоздей. А потом оказалось, черешня была немытой. Не тянет эту историю. Наши один раз на мигалке проехали и все выжили, да? Ну, тем не менее, знаешь, я с тех пор черешню не ем. Слушай, а что, например, если после конца света черешня и все остальные ягоды мутировали, и не выживут все, кто их ел? Вот это была бы новость. Вместе радио! В номинации ежедневный информационный выпуск представлены Дальневосточный федеральный округ, радиостанция «Лемма», Владивосток. Сибирский федеральный округ ГТРК «Алтай», город Барнаул. Южный федеральный округ «Эхо Москвы» в Волгограде. И Уральский федеральный округ «Челябинское эхо», город Челябинск. Приволожский федеральный округ «Эхо Москвы» в Кирове, Киров. И северо-западный федеральный округ «Русский край», город Калининград. Центральный федеральный округ «Радио России» Рязань, город Рязань. Для ввлечения руки в номинации ежедневный информационный выпуск на эту сцену приглашается Максим Димов, директор службы информации радиостанции «Сити-ФМ», город Москва. Аплодисменты. И Олег Виноградов, директор службы информации радиостанции «Милицейская волна». Что в конверте? Записка наверняка. Мнение о редакции, как вы знаете, может не совпадать с мнением врученцев. Но на что нажурили, на то и получим. Итак, победители IX-фестиваля «Вместе радио» 2010-2011. Ежедневный информационный выпуск. Гатеркал-Та Барнаул. Барнаул. Поздравляем. Тяжелые. По рукам. По рукам и по дипломам. Куда, 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 куда. Письмо счастья на стену традиционное. Поздравляем еще раз. И легкий пакет. А что вы не сказали? Скажите. Тогда сказали, дайте. Сказали. Скажите в новостей нам что-нибудь. Расскажите о новостях. А я подержу пока. Не, можно простым языком. Не опускать до новостей. Не дает подержать руку, смотри-ка. Не, не, не надо. Отдай вам, заберете совсем. Ну, я честно говоря, у меня слов немного как-то. Ну, над этим выпуском мы работали всей нашей дружной командой, которая сейчас обслуживает уже не одну радиостанцию, а целых две. Вот. Поэтому отправляли мы обе на конкурс. Ну, такие, как бы, сами себя перехитрили. То есть, одна все-таки выиграла. Вот. Вторая, соответственно, не... Да, действительно, кстати, над выпуском новостей работали в течение года. Это когда новости, проверенные временем. Это новый формат, за которым будущее. Он, естественно, из радиоперечета в интернет, о чем расскажут другие эксперты. Но вы непосредственно чем занимались? Вы читали, писали, куда-то ходили, с кем-то связывались? Ваша роль в этом? Я репортер, то есть, я корреспондент службы радиовещания в новостях. Вот. То есть, я пишу. Вы здесь один за подарком приехали? Или у вас здесь есть кровь и поддержка? Да, я, к сожалению, в единственном числе. Это не к сожалению, это к счастью вам больше достанется. Поздравляем вас. Спасибо. Вместе радио. Нет, как-то... Как-то все равно ничего непонятно. Ты знаешь, а ты можешь вспомнить, что у тебя было накануне в деталях? Конкретно, подробности, что было? Конечно, могу. Я собиралась на электрофорез. Но не пошла, потому что у меня завалили зубы. Знаешь, в последнее время частенько стали побаливать. Некоторые говорят, щитовидка. Но что в Википедии об этом ни слова. А когда болят зубы, я становлюсь жутко раздражительной, злой. И предпочитаю закрыться дома, как добрый оборотень в полнолуние. И не пошла на электрофорез. Слушай, Паш, а может это розыгрыш, как в фильме «Игра»? Ты же смотрел? Да, я смотрел. Ты знаешь, у меня в детстве было такое ощущение, что меня украли инопланетяне. И что все вокруг ненастоящее. Они как будто меня похитили на какую-то планету. И там, на этой планете, все не за правду. Там и мама, и папа, и воспитательница, они все как настоящие, но только ненастоящее. Это эксперимент. И я должен делать вид, что все по-серьезному. Что я в это верю. Чтобы инопланетяне не поняли. Я делал вид, что все по-честному. А я как-то делала репортаж про потоп в дурдоме. И один чокнутый сказал, что его инопланетяне заставили. Что заставили? Кран открыть. Опять гудит. Гудит. Ну-ка. Должно что-то начать. После конца света не спасся ни один радио-репортёрчик. Потому что как класс они вымерли до того. Выжил один спортивный комментатор из Финляндии. Из-за поистине репортёрского финского драйва во время великолепного гола нападающего сборной Финляндии Микаэла Гранвунда на чемпионате мира 2011. Микаэла Гранвуна В номинации репортаж представлены Дальневосточный федеральный округ, Восток России, Хабаровск, репортаж Колясочники Сибирский федеральный округ, радиостанция Шансон, Барнаул, Николаевка Уральский федеральный округ, радио Южный Урал, Челябинск, заповедные места 2 Приволжский федеральный округ, Эхо Перми, Пермь, правильно с мягким знаком же, Пермь, репортаж День выборов Северо-западный федеральный округ, русское радио на 101.8 FM, Сыктывкар, Пикет И в этой номинации призы вручают Игорь Ломакин, директор информационного вещания радиостанции Финам-ФМ Москва И конечно же Максим Поляков, независимый радиопродюсер из моего любимого города Сыктывкара Сумел все-таки произнести Спасибо, подождем Добрый Знаете, я просматривал, пробегал с ребятами сценарий, там стоял Геннадий Сырков Не был готов выходить на сцену Может вы что-то скажете сначала? Как вам репортажи в этом году? Они разнообразны Я вчера послушал Прикольно Поэтому Ну давайте не будем тянуть Давайте, давайте не будем тянуть Я открою, вы прочитайте Победители iX фестиваля Вместе Радио Спонсор компании Apple 2010-2011 в номинации репортаж И кет Русское радио на 101.8 АП Это Елена Баякина из города Сыктывкар Елена, поздравляю Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое Здесь так волнительно стоять Я так люблю вас Это по ощущениям, наверное, сравнимо с рождением дочери полетом на аэростате Вот это вот третье такое эмоциональное событие в моей жизни Спасибо большое Спасибо, Макс, что ты 4 года назад выгнал меня на улице делать первый в моей жизни репортаж Спасибо, ФНР, потому что это, наверное, материализация того, что вы в меня вложили Спасибо большое И знаете что? Жизнь есть за пределами радио Правда, она есть, например, в интернете Интернет звучит радио Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это в злые языки утверждают, что репортаж на радио вырождается Что скажете клеветникам? Почему клеветникам? Это констатация, мне кажется Это грустная констатация, но у нас есть надежда Ну, приз, то вручили, тем не менее Вы знаете, у меня репортаж Макс, подержи, пожалуйста, он холодный Для меня репортаж был прежде всего не только любимым жанром, в котором я себя почувствовала Он был для меня экспериментом Мне было интересно играть с композицией, с подачей, не искажая факты при этом То есть это некий творческий процесс, и его, мне кажется, может почувствовать любой Главное вот понять, в чем проблема-то И потом сегодня мы слышали студенческие работы И я думаю, что радио очень большое будущее Потому что они делают такие вещи, которые в наши годы студенческие Но мы о них даже не мечтали Так что ребята растут замечательные Вы слышали, ребят? Когда-то эта девушка была моим начальником Сейчас мы просто отличные друзья Вместе радио Слушай, а ты ведь тоже репортер И если все репортеры умерли То значит ты тоже мертва Если ты тоже мертва, значит я тоже умер И мы оба мертвы, и нас здесь с тобой нет Либо, либо, очень хочется верить Может быть, может быть, ты не репортер Знаешь, Паша, я, наверное, не репортер У меня диктофона-то никогда не было Да и вообще, в основное время я вовсе не репортажами занимаюсь Электрофорезом? Сплошные вопросы У меня есть острое ощущение, что в нашем споре истины не родятся Резкое сокращение населения Земли после конца света Привело к кризису жанра хоп-шоу Который был чудесным образом преодолен Благодаря вдохновляющему примеру Никиты Михалкова Причиной его спасения стала способность режиссера Понять глубинный смысл всех явлений на свете Даже после конца Мы не говорим, что я не смогу онлайн отвечать На всего, что больше трех тысяч вопросов от меня Но мы все равно будем встречаться Задавать вопросы и отвечать на них самому Стараться ответить на как можно большее количество этих вопросов И более, что, видимо, в этом и заключается, так сказать, наша задача Таким образом, вопрос с экспертами и гостями студии После конца света был решен навсегда Поэтому я готов Слушай, Михалков, он дворянин Мне бабушка рассказывала, у меня тоже есть какая-то аристократическая жилка Я ей верю Может быть, выжили те, у кого благородная кровь? Еще скажи, выжили только те, у кого усы Ну, у тебя нет усов Или ты бреешься? Опять вопросы? И опять никакой истины в наших спорах Ну что же, переходим к номинации ток-шоу В номинации ток-шоу Дальневосточный федеральный округ Радио Лема, Владивосток, Пароход Сибирский федеральный округ Кузбасс-ФМ, Кемерово Хороший вечер, бездомные животные Южный федеральный округ Первое радио, Краснодар Спорный вопрос Станица Кущевская Кущевская Уральский федеральный округ Эхо Москвы в Екатеринбурге Разворот на Екатеринбург И при Волжке федеральный округ Эхо Пермей Пермь, утренний разворот В номинации ток-шоу Призы вручают Владимир Варфоломеев Заместитель главного редактора Радиостанции Эхо Москвы, Москва Нужно говорить Эхо Москвы, Москва? Нельзя И Дмитрий Губин Журналист, телеведущий Город Москва Добрый вечер Конверт Конверт тебе достался Слушай, дорогой мой Ты же знаешь Мы с тобой проводим Сравнительные лингвистические студии Сейчас начнется ужасное Ты помнишь, как ты мне вчера звонил? Когда я позже рулит, если можно Ты помнишь, как ты мне вчера звонил? Ты помнишь, какие слова ты говорил? Ты был где-то в районе клина в этот момент Да, меня тогда сильно переклинило И я сказал, дорогой мой Рук должно быть больше Вот где здесь Власова? Вот Власова Я и Наташа Наталья, дорогая Я давно предлагал Нам нужно увеличить количество рук Потому что все всегда недовольны Вручение этого конверта Напоминает известное действие Пряников сладких Всегда не хватает на всех А если не хватает пряников, то бьют в тыкву Я тебе предлагал, дорогая Привлечь спонсоров Ну, например Ты представляешь, дополнительная рука От Министерства финансов Она называется «Рука руку моет» Можно включить ЛДПР, кстати Или, например Рука от Ну, представляешь, как может выглядеть рука От Конгресса Практологов и гинекологов Нам их не хватает Сейчас все будут недовольны Эта рука вполне могла бы здесь появиться Радиоведущие люди с хорошим дыханием Они бы надули все Я вчера предлагал Слушайте, друзья Давайте, давайте уговорим Наталью Власову Обратиться хотя бы к индуистскому конгрессу России Слушайте, у них шестируки и шива Что им стоит пару рук сюда добавить? Зачитывай Зачитываю У тебя корпоративная сейчас будет солидарность 50% моим Победитель девятого Ай-икс фестиваля «Вместе радио» Ток-шоу «Эхо Перми» Первым программом «Утренний разворот» Я за мужиков А я за бабу А без вопроса наводящего нельзя что-то сказать? Слушайте, у французов Значит, есть вот это Во фрегийском колпаке Это Марианна Значит, этот там несчастный скульптор Как его? Ну, Володя, ты же все знаешь Ты же эхо Москвы Михалков Значит, он вот и Вот как выглядит Нет фрегийского колпака Вот как выглядит девушка Олицетворяющая Большую букву Ф После Гельмана Это, конечно, большая буква П Ну, в общем, я думаю, парни будут очень рады Это не их первая рука И дай бог не последняя Зачем парню лишняя рука? Наши молодцы Ну, у них так в Перми принято Ладно, простим их парней И вручаем их девчонкам Вот это все За букву П Благодарите Гельмана Тишина И опять тишина Ну, давай тогда хоть музыку послушаем У тебя телефон был все это время? Да А почему ты не сказала? А я как это не подумала? Мы ведь могли позвонить Точно Кому ты звонишь? Да своему аллергологу Надо сказать, что я не приду на прием Какому нахер аллергологу? А кому? Маме? Не надо маме! Надо спасение 112 набрать! Досите, все равно нет Давай музыку Давай музыку Тима Да, тима Волнующей для всех темы Стал вопрос Выжил ли Бэнкси После конца света? Одна группа журналистов Высказывает сомнения Потому что неизвестно Существовал ли этот британский стрит-художник До того Другая группа Разрабатывает тему спасения Бэнкси В одном из наноукрытий Куда его пригласили Российские специалисты По нанотехнологиям По этой версии Бэнкси Вместе с Артруппой Война Работает над художественным оформлением Летней наноолимпиады 2012 в Лондоне И зимней наноолимпиады 2014 в Сочи Слушай, Паша Они что, издеваются? Какая олимпиада? Видимо, сочинская распилочная 2014 года Слушай, может, мы попали в какой-то ад? Хематический такой Родимий Ты знаешь, у меня была такая штука Я раньше Я раньше Ну, когда нужно было встать на смену с утра На эфир, на линейный Я всегда на будильник ставил подложку мелодии И просыпаешься вот так Просто у тебя глаза Ты в шоке Потому что у тебя ощущение, что тебе нужно срочно что-то сказать А ты не знаешь, что тебе надо сказать И это будило на сто процентов Вот этот был бы, наверное, родийный ад Ну нет, или знаешь Приходишь на работу После праздничка Немножко помятая, неумытая Думаешь, отведу эфир и свалю А там, оказывается, видеотрансляция Все красивые В пиджаках и платьях А ты как сценовала А вообще Представь, если есть такие Тематические Ады То есть есть ад Например, для осенизаторов Вот какой Или специальный ад для чиновников Нам еще повезло, я думаю Нам определенно повезло В номинации Тематическая программа Представлены Дальний Восточный Федеральный Восток России Зачеркнуто, кстати, написано Восток недели Восток России Хабаровск Неделька Сибирский Федеральный Округ ГТРК Алтай Барнаул Николаев Калаев И Южный Федеральный Округ Первое Радио Краснодар Победители Один И победители Два Уральский Федеральный Округ Радиокомпас Каменск-Уральский Это наш город Маржи И это наш город Шестипалый Ленин Еще лучше Приволжье Федеральный Округ Радио Адам Ижевск Путешествие Во времени Год 1973 Северо-западный Федеральный Округ Эхо В Санкт-Петербурге Вне жанра Йенс Итео Люди Неограниченных Возможностей И Центральный Федеральный Округ Радио Сейм Город Курск Ушедший В поход В номинации Тематическая Программа Призы Вручают Не страшно Просто не знаю Доехал ли человек Доехал Да отлично Андрей Кнышев Писатель Сатирик Арт-директор Интернет-радиостанции Чипыльзу Город Москва И Елена Упорова Главный редактор Ресурса Подстанция Была очень напряженная Тяжелая дискуссия По поводу Тематических программ Правда ведь? Правда Вот Ченнеджеры кивают Тальпоголовой В хорошем смысле Этого слова А вот Ну и На самом деле Результат Прочитает Наверное Андрей Да? Да Я сначала Хотел прочитать Вот эти знаки Руками выраженные Но поскольку Азбукой Вот этой Я не владею Это буква Я прочитал Я прочитал То, что по-английски Вот написано Бнекти Пагло Это мне тоже не очень понятно Надеюсь, что выбор Второй год Это удивительное достижение По-моему Но Света Прокудина С мамой Сейчас где-то Под Адлером Да Поэтому Алла Света Простила передать Что Не В общем Возьмет она руку Или нет Она будет работать Не покладая Рук И ног Для следующих рук И я верю в это Что они будут А что у нас В рюкзаках Так давай посмотрим В этом ничего Нафига нам Пустой рюкзак Не знаю Вот тут вот Вот в этом вот очки Очки Еще одни очки Очки И вот еще одни Очки И вот еще одни Очки Зачем нам столько очков? Я не знаю Может быть Чтобы Не очковать Ты знаешь Нам же Если все умеры Нам не перед кем Их носить Не перед кем Понтоваться Мой мир разрушен После конца света Выжили Хиппи Даймонд Хипстер Степан Футбольный фанат Гена И один Полицейский Наряд Из-за Разнообразия Имиджей Теперь Хиппи Даймонду Не нравится Имидж Хипстера Степана А Хипстеру Степану Не нравится Имидж Футбольного фаната Гена Гене Не нравится Имидж полицейских А полицейским Не нравится Имидж Всех троих Хиппи Даймонда Хипстера Степана И футбольного фаната Гены Пойдем Куда? Пойдем Куда? Там дверь Она раньше там была? Я не знаю Я только что заметил Пойдем И в номинации Имидж проект Торжественная номинация Приглашается Директор корпорации Радио Наталья Якимовская Не имеющая Никакого отношения К фанату Степану Здравствуйте Дорогие коллеги Я по традиции Не хочу быть на сцене одна Можно я приглашу Красивого мужчину Саша Абрахимов Консультант Перфорации Радио Наш многолетний друг И красивый мужчина Саша Абрахимов Добрый вечер А модные У них очки там Какие-то были Надо потом посмотреть Все забрали Нам ничего не досталось Для имиджа Да Ну ладно Тогда давай У них как называется Фестиваль АИХ А у нас гораздо проще Все У нас У нас пятый Юбилейный Радиоимидж Вам звучит Достойно Дорогие коллеги Да Мы думали с Натальей Либо красиво Шутить Либо просто Быть красивыми Выбирайте Хорошо Просто будем Красивыми Давай попробуем Все вместе Ну хотя бы Ладно Бумажки мы уменьши И так По-честному Отсмотрели Присланные На фестивале Радиоимидж Работы И вот Когда я их Просматривал На разных континентах Так получилось Путешествовал Меня бросало То в жар То в холод И температура Поднималась И потливость Усиливалась Никак понять не мог Где радио Где имидж Пытался как-то Совместить Это все Найти Какие-то Механизмы Но Имидж был Во всем Имидж города Имидж Социально ориентированных Структур Имидж Отдельных Радиоведущих Которые Не стеснялись Себя пиарить А вот Радио Имиджа Было немного Но Как в жизни Бывает черное И белое И пожалуй Это самое простое И ничего Выдумывать не надо Вот Тот Кто нащупал Этот простой ход Тот И победитель Ладно Давай расскажем Кто в этом году Был членами Жюри Жюри Радио Имиджа Только ты Долгожитель Только ты Второй раз Принимал Участие Жюри Поэтому был Главой Да Поэтому ты Сейчас стоишь Со мной Такой красивой На сцене Альбина Курилина Первый член Жюри В рекламе Игнезер 91-го года Генеральный директор Рекламного Агентства Анатолиев И партнеры Со дня основания Вице-президент Рекламной Федерации Регионов А также Игорь Ростов Замгенерального Директора Телеканала ТНТ Имеет звание Менеджер 2002 Ученую степень Ученое звание Академик Российской Академии Телевидения Академик Профессор Академии Проблем Безопасности Обороны И Правопорядка Работает На телеканале ТНТ Аж С 2006 Года А до этого Руководил Независимой Телерадиокомпанией Каскад В городе Калининграде Да Но он сегодня В командировке К сожалению Поэтому мы Как-нибудь Сами Да Тогда можно Было бы еще И пошутить Окей Ну давай Шанс есть Но маленький Гейдову Директор По развитию Агентства Интегрированных Коммуникаций Сошел Крат Толковый парень Классно Ну и собственно Александр Абрахимов Журналист Независимый Консультант Москва Работал В эфире Радио Максимум Диско Онлайн Потом руководил Отделом Информационного Развлекательного Контента ОАО Бумпелком Торговая Марка Билайн А почему папочка Компелк Нынче временно Доступен Ну в принципе Я думаю Что можно Переходить К самому Интересному Вот напомню Никто даже Не видел Как представляли Себя радиостанции Было очень много Такого Лубочного Почему-то любят Вот Что-то От хохломы Что-то Вот По-русски Глубоко И Почему-то Не пытаются Найти какой-то Ну пусть легкий Но ход Вот Не хватает Хода Может быть Хода мысли Это как пожелание Потому что Когда вы присылаете Работы на конкурс Вы Присылаете Работы Которые Пропитаны Все-таки Искусством Какая тебе Номинация Больше нравится У нас Несколько Номинаций Несколько Жюри Радио В ящике Радио В обществе Радио Имидж Прекрасную Даму Сначала Да И вначале Мы вручаем Приз Номинации Радио В ящике Итак Кто попал В короткий Список Шансон В братске Город Братск Серия роликов Черно-белый Шансон Пока Леха Пока не надо Еще рано Только короткий Список Европа Плюс Братск Город Братск Серия роликов Экстренный выпуск Новостей Европа Плюс Томск Город Томск Видеоролик Евро Утро С Томском Бит в бит Лав Радио Елец Город Елец Имиджевый Видеоролик Лав Радио Елец Упругая Поп Музыка Для торжественной Церемонии Награждения Победителей Мы приглашаем Членов жюри Конкурса Радио Имидж Альбину Курилину Встречайте Еще один участник Это радиостанция Макс ФМ Сочи Видеоролик Макс ФМ Когда меня пригласили В члены жюри Там было обязательно Условие Я не должна была Быть из Вернее, я должна была Быть из рекламы Но не должна Каким-то образом Соприкасаться С радио Было такое условие Но я Как мне казалось Жестко Но Оценила С точки зрения Личного И своих коллег Потому что я привлекла Еще и коллег Да Вот И Поскольку было Не только Мы с членами жюри Но очень много Как вы слышали Я думаю Что это справедливое И правильное решение И поэтому Первая награда Ручается Европа плюс Томск Город Томск Евро утро Томска Бит-бит Леха Пускай Спасибо огромное Я бы хотела Просто Во-первых Спасибо На Томске Синька Доброе утро Город Что бы не происходило В вашей жизни Мы рядом Всегда Вот пару слов Хотелось бы просто сказать Спасибо огромное Организаторам За такую высокую оценку Но на самом деле Это не просто видеоролик Который передает имидж Европа плюс Томск Это на самом деле Результат Очень кропотливой работы По изменению концепта Вообще всего того Что происходит В утреннем сегменте А наша радиостанция Это плод работы Всего коллектива И я просто в шоке Спасибо огромное Всем спасибо Спасибо правда Юлечка Поздравляем вас От всей души Вы молодцы Лучшие люди живут в Томске Вторая награда Шансон в Братске Город Братск Серия рекламы Чудно-белый шансон Браво Браво Ко мне пожалуйста Вот сюда вы Идите Давайте сначала ролик Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле Там еще два ролика Кто захочет Думаю посмотрит Может с нами связаться Год назад Мы уезжали Из Москвы С этой сцены С дипломом За третье место Теперь место второе Уезжали радостные Но была такая Маленькая тревога Вдруг больше не получится Слава Богу получилось Спасибо Спасибо организаторам За то что дают нам Возможность самоутверждаться Третью награду В этой номинации Получает Макс ФМ Сочи Видеоролик Макс ФМ Отслуживаю Лазаревский район 107,1 ФМ Сочи 107,4 Красная поляна 105,1 ФМ Самое большое Сонамещание На Черноморском побережье Макс ФМ Море в музыке И поверьте Из сотен работ Это лучшие Лучшие Самое лучшее Желаю вам в следующем году Первое место занять Ну абсолютно логично Потому что в прошлом году Было второе место А в этом году третье Значит в следующем Будет первое Ну чтобы пройтись По всем местам Вам спасибо всем Вам понравилось Да с точностью Да на ворот Сначала первое место Потом второе Потом третье Ну у нас и величие Хотим-то и делаем Я так понимаю По большому счету Кого хотим Того и обманываем А еще мы просто красивые Да Далее мы не будем Красиво шутить А будем уже объявлять Вторую номинацию Вторую номинацию Но сначала будет Третье место Потом второе Потом первое Итак Номинации радио в обществе В короткий список вышли Радиостанция МФМ Чебоксары Акция Бросай курить Радиостанция МФМ Чебоксары Акция Шоколадный дом Эль-Радио Челябинск Акция Морковная революция Макс ФМ Сочи Онлайн игра IQ Racing И для торжественной И для торжественной церемонии Награждения победителей Радиоимиджа В номинации Радиообщества Я приглашаю Сергея Долгова Директора по развитию Сошелкрафта Сергей Толковый парень Смотри, футболка Концептуальная Опять же Молодец Ни стыда, ни совесть Раз Коллеги, мне было Чрезвычайно приятно Присутствовать в этом жюри И видеть ваши работы На самом деле Наверное, не зря Что меня позвали Именно вот сюда На радио в обществе Потому что для меня Радио в обществе Это еще и общество в радио Поскольку я занимаюсь Социальными вопросами Социальными медиа Социальными программами Для меня все это очень близко И мне нравится то Что вы делаете Вот я вижу Вы, вы, вы Вот мне очень нравится Что вы делаете Мне очень нравится Как вы к этому относитесь Что даже Иногда, если это Несколько не соответствует Имиджу вашей радиостанции Вы все равно Занимаетесь Какими-то Интересными вопросами Я хотел бы Извините Я хотел бы отметить Акцию Шоколадный дом Вот Хотя я не знаю Что в этом конверте Но вы молодцы, ребята И я хотел бы Единственное Только дать вам на путь Тут все шутят на сцене А я хотел бы По-серьезному Вот так Даром, что у меня здесь Фейсбук написано Знаете, мне кажется Что радио Это такой Недооцененный Архив Такая память Память поколений Может быть Но если радио Там существует Недолго То Одного поколения Вы 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 Собираете Самое ценное Что можно себе представить Это Эмоции Радости Где-то разочарования Но чаще всего Радости людей Которые на протяжении Очень долгого времени Находятся Вот в этой локации В вашем городе И мне кажется Что если вы Чаще в своих Общественных проектах Будете Не проводить Их одноразово А создавать Длинные Серийные истории Которые будут Вовлекать людей Глубоко В то Что вы им предлагаете У вас будет Гораздо более Лояльная публика Гораздо более Отзывчивые слушатели Чем это есть сейчас И тем не менее То что сегодня Было То что представлено Было на этом жюри Это очень достойные вещи И я С большим удовольствием Оглашу победителя С третьего места Итак С третьей цифры Третье место МФМ Чебоксары Акция Шоколадный дом Каждый год На каком-нибудь Светлого праздника Нового года Мы собираем шоколадки Для детей-сирот Детей-инвалидов Детей Из неблагополучных Семьей МФМ Призывает всех Неравнодушных Принять активное Участие В строительстве Шоколадного дома Поделись теплом Принеси Свою плитку Шоколада По адресу Николаево 4 Дом радио Телефон 550442 На самом деле спасибо Очень приятно Что оценена работа Которую мы делаем Девять лет И как уже обсуждали Все приняли к сведению Я думаю что в следующий год Проект немножко изменится Все что было сказано Все учтено Спасибо большое Вам спасибо Цифра 2 Макс ФМ Сочи Онлайн игра IQ Racing Аплодисменты Игра Проект IQ Racing Здесь на радио Макс ФМ Появился Совместно И по просьбе И при поддержке При содействии Отделения по пропаганде Госавтоинспекции Города Сочи Я уже испугался Думал полтора часа Будем слушать Вырезали Держи Переходящий микрофон Значит По всем правилам Вручаю диплом Очень-очень поздравляю И пару слов Пожалуйста Спасибо команде Макс ФМ Лучше Спасибо ФНФ Спасибо Место Радио Спасибо Ну и наконец Первое место Я считаю Что жюри Было абсолютно единогласно В этом присуждении И в определенном смысле Победители Задали Ну Может быть Небольшой Но новый стандарт И я рекомендую Тем кто еще не успел Познакомиться С этой прекрасной акцией Взять с них пример И в следующем году Сделать еще лучше Итак Первое место Эль Радио Челябинск Акция Московская Марковная революция Марковная революция В Челябинске Свершилась 15 тысяч человек Вступили в ее ряды Несмотря на пасмурную погоду Челябинцы вышли К первому в мире Оранжевому фонтану Ровно на один день Центральный фонтан Челябинская Стал сердцем Марковной революции И приобрел Ярко-оранжевый цвет Ура! Одним спасибо Не отделайтесь С вас речь Тронная Никогда не готовлю Ну ладно В общем смотрите Мы зимой поехали В Египет Собрали тусовку И назвали это Зимние каникулы Эль Радио Тусовку собрали Из друзей Эль Радио Ну то есть люди Покупали путевки Просто чтобы с нами Поехать отдохнуть Только мы вернулись В Египте там все случилось И начали нам тут высказывать Ну Эль Радио Как всегда приехало Замутило И свалило вовремя Ну вот как-то вот Видимо это такой Наш ответ Египетским братьям По поводу Марковной революции Ну вот с другим Финалом И по поводу Продолжения Я поняла Спасибо большое Спасибо вам А я удаляюсь И отдаю микрофон Будущим Спасибо Сергей Оховый парень Наведу порядок Ну что Саш Я думаю сейчас будет Самое сладкое Давай с тобой вот вместе Возьмем и вручим Подарки и призы Победителям Третьей номинации Радиоимидж Итак Кто у нас вошел В короткий список Это пожалуй Самая важная номинация Радиоимидж Это конкурс Оригинальных пиар И промо-проектов По продвижению Самой радиостанции В список вошли Ретро-ФМ Волгоград Город Волгоград Конкурс Ретро-ФМ Волгоград Ищет самую Счастливую пару МФМ Город Чебоксары Акция Всенашиствие Радиостанция Адам Город Ижевск Ежегодный конкурс Караокки-битвы Песни нашей победы Русское радио Благовещенск Город Благовещенск Чумачечья Весна Именно так Называется Эта пиар-компания Чумачечья Весна Прикольно, по-моему Что-то вот песня Какая-то такая Вспоминается И радио Стоит три Юмор-ФМ Город Красноярск Четыре года На волнах Юмора Не знаю Вот давай Чуть-чуть Подержим интригу Или сразу Начнем раскалываться Не держите в себе Уже выпустится Ну хорошо Нет Раз Виктория Александровна Так грозно сказала В себе Не удержишь Можно кстати Прикольнуться Со второго места Начать Мы же договорились Быть просто красивыми Ладно я больше не буду Итак Третье место Дебютант Нашего конкурса Который Первый раз жизни Прислал нам работу И сразу выиграл Ретро-ФМ Волгоград Город Волгоград Конкурс Ретро-ФМ Волгоград Ищет самую счастливую пару На мой взгляд Пожалуй Самая романтическая работа Ретро-ФМ Ищет самую счастливую пару Не счастливый человек Вы нашли свою половину Ваши друзья Придумывают Для романтических встреч Самые необычные места Или ваши родители До сих пор Приклины друг в друга Мы выберем Самую-самую-самую Счастливую пару Которая поедет По романтической путешествия На Сицилию Звоните нам На программу Филичита Ежедневно С путь до трех дней С восьми до девяти вечера Присылайте свои истории И фото На ретро-собака ФМ104.ру Расскажите о себе На автодвечике 25 25 45 И не забудьте Оставить телефон Пусть в нашем городе Будет больше счастливых пар На сцену девчонки Захотелось влюбиться Друзья Самая счастливая пара Позвольте вас представить Анна и Марина Самая счастливая пара Поздравляю вас Были ли вы на Сицилии? Нет? Только на Кубе Ну в общем Это все призы Да Все Диплом Конечно Хотелось бы сказать Большое спасибо От нашей счастливой пары Хотелось бы всем присутствующим Пожелать здесь Чтобы вы обязательно были Составляющей счастливой пары И всем Дорогие коллеги Вам ярких побед Больших свершений Ура! Поздравляем Молодцы Второе место Я наверное дам тебе прочитать Тебе понравилось? Пожалуй Я единственный Кто мог выговорить это Второе место В номинации Радиоимидж 2010-2011 Побеждает Русское радио Благовещенск Чумачичая весна Да, с этой девушкой Хорошо Продолжение следует ... Девушки отдыхают Публика взволнована Вы знаете, после этой акции Стойте, давайте в середину Я выхожу в середине В середине выходит На самом деле, видео начинается с того Что мы с Ганей Панкрас делаем вот так Друзья, ведь главное в имидже презентация Вот, смотрите, сорвали какие аплодисменты Поздравляем Спасибо После этой акции про Русское радио Благовещенск В нашем городе постоянно говорят Русское радио, да вы везде без мыла пролезете Но на самом деле Вот видят организаторы Вместе радио, а также Господь наш всемогущий Я не знаю, там эфирное творение, которое сидит на небесах Что мы сюда пробивались Очень тяжело Нам так и не хватало мыла И пробились, и выиграли второе место Дай Бог здоровья Отлично двигается Просто конкурсантка По-моему, первое место Обещает быть не менее веселым Позволишь мне его объявить? Большая ответственность Напоминаю, это конкурс Оригинальных пиар и промо-проект По продвижению радиостанции Первое место Радио 100 и 3 Юмор ФМ Город Красноярск И это не шутки Популярная радиостанция Красноярская Радио Юмор ФМ Частота 103 Самая веселая станция Начала вещание В Красноярске 1 апреля 2007 года За русским Олистической волной В день Смех И стал лучшим Подарком Для красноярцев И с тех пор В круглосуточном режиме Слушателям доступно Все лучшее Из отечественного юмора В сочетании с популярной музыкой Добрый день Все те Кто слушает Самое позитивное радио В мире Это конечно же Юмор ФМ В Казноярске Оксана Прошу вас Подняться на эту сцену Это вам Абсолютному победителю Любите юморить Мы стараемся Во всяком случае Вот мне интересно Вот у вас есть Какой-нибудь Заготовленный анекдот Или шутка Нет Ни в коем случае Анекдот не любишь Вот все-таки Юмор ФМ Мне кажется Какой-то может быть Сибирский Может быть Сибирский акцент На юморе Ну я же не одна Ну окей У нас команда Просто не знаю Как вас развеселить Все в порядке Я хочу сказать спасибо Членам жюри Которые выбрали нас Наверное похвастаться тем Что не первый раз Мы участвуем в радиоимидже И это четвертый раз И третий раз Мы получаем первое место Два раза В номинации Радио в ящике За видеоролики Вот И в этот раз Радиоимидж Вот так Спасибо Ну а я думала Что первое место Будет веселое Ну вот я тоже Как-то так Ожидала А вы так Как-то очень серьезно С нами Я знаю Ладно Вот мы с тобой Вручили дипломы А призы Мы с тобой не вручили А я Ну потому что Их нельзя пощупать На самом деле То есть как бы Вот ребята Победители Готовьте загранпаспорта Чтобы поддержать интригу Я не скажу куда Но в течение года Вы обязательно поедете В обучающую поездку За границу Поэтому готовьте Загранпаспорта Желательно Геометрические Сразу на 10 лет Со всеми возможными визами А то потом с посольствами Как-то не очень получается Не всегда Да Пожалуйста На самом деле Молодцы В этом году Пятый юбилейный конкурс Удался А Но на шестой Мы ждем Еще более интересные работы Правда? Ждем с нетерпением Все поедут И первые И вторые И третьи места Во всех трех номинациях Друзья Не забывайте Презентовать себя Это искусство До скорых встреч Пока Спасибо Я все Не-не-не Не хочу отсюда уходить Но можно я уйду красиво Я передам микрофон Слушай, это уходит посмертно Красиво Еще говорят Иногда Время неумолимо Виктория Александровна На сцену Сейчас Состоится Вручение Победителям Дипломов В конкурсе Лучшая публикация А радио И вручать его будет Виктория Сухарева А можно я позову себе Женю Кузина Женечка Иди сюда Пока Женя Поднимается На самом деле Я сидела Слушала Все что здесь происходит Могу сказать Что радио В каком-то Глубоком Лингвистическом Коллапсе Прибывает Подержи пожалуйста Мы здесь Пронаблюдали Группу странных людей Абсолютно тормозного Информационщика Абсолютно косноязыкового Репортера Мрачных сотрудников Юмор-ФМ Людей с дефектами фикции Которые производят Тематические программы Группу Самовлюбленных Павианов У которых Словесное недержание В общем На фоне Всего этого театра Постмодернистского Абсурда Ситуация С Публикацией В сфере радио В общем Она не такая печальная Хотя бы там Пишут русским языком И На самом деле В моей персональной Копилке Лингвистической Будет отнесена фраза Простите пожалуйста Альвина Курилина Первый член Это шедевр Что она Второй Это я не знаю Я не считала Но то что она Первый уже Это факт Значит Женечка Ты считаешь победителей Ну для начала Я хотел бы Немножко поспорить Вик с тобой Как раз Мне кажется По поводу Альвина Курилина Нет По поводу конкурса Лучшая публикация радио Я не первый год В жюри Вот И У меня По тому Как Немного И некачественно Пишут о радио Сложилось впечатление Что 2012 год 21 декабря Уже Наступило По крайней мере В прессе Публикаций Не так много Но может Должны быть в тренде Коллапс Так он везде Ну я в конце Хочу все равно Потом подытожить Оптимистической нотой А для начала Представлю Отсутствующих здесь Членов жюри Нашего конкурса Это Помимо Меня И Виктории Публикации оценивали Владимир Косютин Главный редактор Журнала Журналистика И медиарынок Джимир Дегтяренко Главный редактор Журнала Новости СМИ Евгений Кузин Присутствующий здесь Наталья Власова Генеральный директор ФНР А также Виктория Сухарева Преподаватель Факультета Журналистики МГУ Кандидат Филологических наук Заметьте Поэтому с лингвистикой У меня свои высокие отношения И я главный редактор журнала Медиапрофи Евгений Кузин В конкурсе было Две номинации Номинация Радио как жизнь И вторая номинация Радио как отрасль Вы что-нибудь скажете? Не, я нечего сказать У нас было Три финалиста Давай начнем С Радио как отрасль В номинации Радио как отрасль Из семи работ Было целых три финалиста Значит Так у нас все есть Спасибо Нам не нужны деньги Добрать Господи боже мой Открой конвертик уже Я буду читать общий список А ты будешь короткий Итак Семь главных каналов В стране принижают государству Или его друзьям Нечего рыть Не на что рассчитывать Интервью с Михаилом Козыревым Натальей Ростова Москва Слонру Вторая Второй номинант Радиоактивность Виктория Некрасова Москва Журнал Медиапрофи И радиоприемник Елизавета Зубакина Станислав Залуговский Татьяна Солохединова Коммерсант Привожья Нижний Новгород Итак Кто же у нас в финале? Не в финале А победителями Конкурса В номинации Радио как отрасль Оказалось в этом году Два Голоса Жюри Равномерно Распределились Между Викторией Равномерно были размазаны Нет Между двумя финалистами Лучшие Самые высокие баллы По мнению Джюри Получили Виктория Некрасова За текст Радиоактивность Что очень приятно Опубликованный В журнале Медиапрофи И второй Победитель Виктория Приглашаю вас сюда И второй Победитель Наталья Ростова Слонру Интервью С Михаилом Козыревым Пока Наталья поднимается Хотелось бы Воспользоваться Случаем И Сказать Что вот сейчас Вы на сцене Видите Медиапрофи Без кавычек То есть Это ваши коллеги Из Пишущих СМИ Которые любят Радио Ценят радио Тем не менее Как я сказал Это Уже Сложившиеся Медиапрофи Их Публикации Оценили Профессионалы И Я предлагаю Девчонки Вам Контракт Продолжайте На наших страницах Вдыхать Жизнь Радио Заставлять его В этом месте Могла бы быть Ваша реклама Это называется Нет Я просто Предлагаю Контракт Подпишем Сразу После Церемонии Ну Я просто Хочу сказать Спасибо Тем двум людям Между которых Я стою Вот так Вот Да Да И Наталья Спасибо Большое Ну И главное Спасибо Конечно же Своей тезке Спасибо Спасибо большое Я надеюсь Что с Женей Мы обсудим Условия контракта Большая честь Очень Неожиданно И Спасибо Громадное Михаилу Козыреву Без которого Это было бы невозможно Что правда Помимо дипломов Лучшие журналисты Получают профессиональный подарок От нашего журнала Это диктофоны Чтобы Точнее Передавать смысл Тех С кем они общаются И Радовать вас Новыми публикациями Переходим к номинации Радио как жизнь Дайте пожалуйста Конверт Сейчас Виктория Зачтет список Значит Номинация Радио Как жизнь В финал Вышли 4 работы Радио без реклама Дарья Данилова Подстанция Город Москва Радио Солянка Особенности Национальной Радиокухни Виктория Некрасова Журнал Медиапрофи Улетный рейс Наталья Пичугина Городская газета Курган и Курганцы Интервью с Григорием Воеводиным Главным редактором Авторадио Петрозаводск Игорь Родионов Подкаст терминал AirPod.ru Город Петрозаводск Итак А победителем По мнению жюри Стал Игорь Родионов Подкаст терминал AirPod Петрозаводск За интервью С Григорием Воеводиным Здравствуйте Совершенно неожиданно Но я честно говоря Даже не знаю Что говорить Просто сказочно Сам-то я был Безумно рад Просто попасть сюда И на победу Вообще не рассчитывал Ну а так получилось Что даже получаю Подарки Фантастика Жизнь удалась Спасибо огромное Ну собственно говоря На этом и все Размеры катастрофы Вы можете оценить На сайте ФНР Тебе есть что сказать Да Я хотел бы Как обещал Закончить На оптимистичной ноте Из всего того Набора чернухи Которым было Переполнено начало Я вынес Одну Это не чернуха Это постмодернизм Хорошо Каждый называет У лингвистов Это называется Постмодернизм У журналистов Чернухой И я вынес Одно Главное Оптимистическое Известие До конца света Еще полтора года То есть больше Пятисот дней Давайте Уйдем Красиво Расслабимся И ничего не будем делать Наоборот Ну и уйдем красиво Как предлагали предшественники Надо уйти красиво И оставить Как можно больше Память о себе Не только В радиоэфире Но и По всей стране На страницах Печатной СМИ Они точно выжат Спасибо Но вообще Не надо было Туда ходить Если бы Не эта бутылка Никакого смысла Знаешь Что мне там понравилось Если бы Не крысы У меня препод Рассказывал Ну Курс второй Он мне рассказывал Как это был Странный препод О том Что выживут Только крысы И тараканы После конца света И он был прав Кстати Что же нам осталось Тараканов дожидаться Будем Будем их жрать Я не знаю У меня Возвращаясь К студенческому моменту У меня Был одногруппник Он только переехал В квартиру Квартира была съемная Где-то на окраине Пятиэтажка И было очень много Тараканов Очень много И вот по conjuntам За камерниками Чуть не искал С этими Сожителями С тоже Плохой слов В общем С теми чуваками Которые там жили Они вместе Жарили картошку На сале И Отличная была Картошечка Поставили сковородочку На плитку � легли спать, с утра выходят завтракать. А дело в том, что крышка была такая старая, железная, и там дырки. И они начинают есть с утра, и что-то хрустит так на зубах. И через некоторое время до них доходит, что туда вечером, когда картошка была горячей, налезло тараканов огромное количество. И сдохло, жарко же. И они, получается, оттуда потом выколупывали тараканов, вот так приблизительно. И жрали. А что было делать? Были студенты. Только студенты могут так жрать. Серьезно. Студенты могут только так жрать. После конца света выжил еще один фикстер, Алексей, который делал вид, что учится в британской школе дизайна. Он выжил потому, что спас для человечества самые ценные маг последнего поколения, зеркальную фотокамеру с мощной оптикой, пленочную милейку, книжку Курта Вангута и очки Айрогласа. Айроглас, ведущий американского радиошоу «Такая американская жизнь», тоже жив и здоров. Теперь он делает вид, что преподает хипстеру и Алексею про американскую жизнь после конца света. Для вручения призов на сцену приглашаются Вера Новохадская и Наталья Капелянская кураторы проекта «Университия». Я хотела бы просто так подумала, что одна из этих двух выживших три года пропахала просто на студенческом радио Первомского государственного университета, а теперь пашет здесь на сцене. Так что это еще один из способов остаться в живых, а для молодых, конечно же, работать на студенческом радио. У нас третий конкурс студенческих радиопрограмм, в этом году тема «Свобода», и мы очень быстро, потому что в студенческом радио в России еще не так много есть такого богатого имиджа, поэтому третье место. Не так все просто, потому что третьих мест два. Зачем ты раскрываешь все карты сразу? Анастасия Годына, Челябинский государственный университет программы «Маракон за свободу». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И вы хотите что-нибудь сказать, потому что мы уже говорили только что. Мы закрывали фестиваль, рабочую его часть, если это считать как-то так. Большое спасибо. Мы еще пока все студенты, пока они волшебники, оттого бы неприятнее получать такой диплом. Большое спасибо. Поздравляем. Второе и третье место. Даниил Рубанов, Ксения Лазарева, Саратовский государственный университет имени Чернышевского программы «За каменной стеной». У меня уже нет так много рук, как того хочет Дмитрий Губин. АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! Поздравляем. Держите. Это ваше. Хотите ли вы что-нибудь сказать? Ну тут только что позвучало, что осталось нам немного жить и нужно уйти красиво, но мы с этим не согласны, потому что мы хотим прийти вот на такие места и награждаться уже через несколько лет в первую очередь, а потом уже как в случае других студентов. Спасибо. А вы, Данила, пока останетесь. Ксения. Ну победа в таком конкурсе это для нас, надеюсь, послужит мотивацией для дальнейшего развития, поэтому спасибо вам большое. Мы будем стараться. Умное слово знает мотивация. Страшное, иностранство. Просто можешь сесть пока. У меня есть просто план. Второе место конкурса, ой, извиняюсь, студенческих программ, не могу сказать радио, потому что они мультимедийные. Сейчас нам скажет Наташа. Ой-ой, Никита Пателиц, это моя реакция на то, что я вижу. Никита Пателиц, Нагазский государственный университет, программа «Свободен выбирать». Держи. Никита, если бы ты был свободен выбрать вообще все в этом мире, вот все, а что бы ты выбрал вот прямо сейчас? Я бы вместе радио еще на пару дней продлил бы. Уезжать еще не хочется. Ну, первая программа моя, которую я так делал, ну, сам, просто вот в таком формате, у меня такой трэш из головы происходит. Я просто в шоке, у меня... У кого-то мультимация, у кого-то трэш. Осталось в этом трэше. А можно я? Давай. Маэстро. Первое место в студенческом конкурсе. Можно попросить Данилу объявить первое место? Все-таки он уже имеет на это право, у него третье место. Вот это первое место. Я потом объясню, почему. Первое место присуждается Александру Борисову и Екатерине Сергееве. Город Омск, государственный университет, программа «Зона несвободы». А знаете, почему он вообще все забыл сказать? Потому что они вот с этим вот человеком, Сашей Борисовым, вообще-то одноклассники, вместе учились в городе Сочи, а теперь один учится в Томском государственном университете на первом курсе, а второй, извините меня, в Саратовском. И как это вас так жизнь-то развела? Свела она, это уже после жизни. Это после жизни, но тем не менее, мы продолжаем жить в каких-то таких... Ну она нас не развела, а в Рос сейчас свела здесь и, мне кажется, сведет еще раз, и не раз, и еще раз. Вы должны пинаться, вы же обычно вот так вот пинаетесь. Начинаетесь. Ну вы там. Ну вы там. Потому что у вас пока еще нет имиджа такого богатого. На самом деле вы привыкнете. Поздравляем, это первое место Томский государственный университет. На самом деле это их первая работа, это первый курс. Очень хорошая работа. Спасибо. 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 Вместе радио Тихо, ты чего не отмечаешь? Да знаешь, я уже целые сутки не была ВКонтакте. Ломка? Слушай, а если бы ты вот сейчас, ну представь, вот открыл бы страницу ВКонтакте, какой бы ты статус поставила? Все сложно. Это не статус. Все сложно, это семейное положение. Статус, это у тебя, наверное, там стоит, меня трудно найти, легко потерять, и невозможно забыть. Скорее, не это. Есть кто живой. А как ты думаешь, Адуров выжил? А Цукерберг. Владелец Фейсбука Марк Цукерберг не заметил конца света, потому что в этот момент он сидел в Фейсбуке, работая над своим новым летящим радио Фейсбук. Теперь полпроцента выжившего населения планеты могут с удовольствием настроиться на эту волну и слушать. Катя нравится статус Паша. Больше не нравится. Мне нравится. Марк нравится. Фотография Марк. Больше не нравится. Подменил макет. Это я у меня. Больше не нравится. Больше не нравится. Больше не нравится. И в номинации спецприз линия первая сайт радиостанции представлены Радио Кузбасс-ФМ Кемерово. Радиопилот город Екатеринбург. Екатеринбург Санкт-Петербург. Ну а в номинации спецприз линия 2 интернет-проект для радио-аудио представлены аудиоблог умс.ру плюс карта звуков Сергьева Посада. Сергьев Посад. И Чехов-ФМ город Таганрог. И Ральф-Радио Нижний Новгород. Ну а сюда для номинации спецприз для награждения победителей приглашаются Андрей Алахвердов главный редактор Фонда Независимого Радиовещания и Алена Кислицына продюсер. По желанию Дмитрия Губина руки размножаются. Мечты сбываются. Мечты сбываются, Дина. Нет, почкованием. Они припочковываются друг к другу. Это наши? Нет, это не студенческие. А где наши? Вот, видишь, одна. Там тыц и другая. И вторая. Идентичная. Мы тоже будем краткие, поскольку на этот конкурс работ еще меньше, чем на студенческий. Пока, я надеюсь. И мы еще пока люди не поняли, вероятно, что делать и как. Вот, поэтому мы даже без бумажки и так все помним. Итак, первое место руку в номинации спецприз линия 1 лучший сайт получает эхо Санкт-Петербурга. У меня нет слов, хотя я работаю на радио, но, в общем, всем спасибо, сайтом занимается целая команда и очень-очень долго, плотно, и мы будем продолжать делать его намного лучше, красивее и информационно наполненным. Говорите, нет слов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Пассаж За тарелочкой с голубой каёвочкой. АПЛОДИСМЕНТЫ Поскольку, мне кажется, я здесь человек наиболее далекий от радио, я хочу сказать, что у меня вдвойне, в стороне, в общем, очень приятно, что так случилось, я помню время, когда радио было моим лучшим другом, эта коробочка с кнопочками говорила мне то, что никто другой не мог сказать, и я рад, что ничего не изменилось, и по-прежнему, все замечательно, спасибо. Хочу сказать, что все бы были так далеки от радио, как Владимир. Я бы хотел приложить диктофон к сердцу сейчас, в этот момент, потому что он очень бурно бьется. Просто маньяк какой-то. И хотелось бы пригласить на эту сцену генерального директора фонда независимого радиовещания Наталью Власову. Дорогие друзья, фейсбук звучал, вконтакте звучало, твиттера не было. Все устали, пора, наверное, остановиться, поставить точку, буду краткой. Итак, фонд независимого радиовещания, корпорация радио, организации, которые делали этот фестиваль и, надеюсь, будут делать следующий год. Спасибо команде, которая большая, стала гораздо больше, чем это было раньше. Я просто очень рада и горжусь этим. Работали слаженно, без нервов, без эмоций и гораздо более продуктивно, чем было раньше. Это девятый год, посмотрим, что будет на десятый. Виктор Набутов прочитал лекцию, теперь в Париже. Быков прочитал лекцию, теперь получил нацбесты 250 тысяч. Дмитрий Губин, Владимир Вархлавеев передо мной, это большое счастье. Участвуйте в фестивале «Вместе радио». Дорогие друзья, спасибо всем. «Вместе радио» ВКонтакте ждет участников фестиваля. Мы ждем ваших комментариев, пожеланий и ваши мысли будут воплощаться благодаря работе нашей команды. Спасибо людям, которые поддержали нас финансово. Это очень важно. Эти люди поверили в нас и поверили в вас. И главное, они верят в будущее радио. Неважно, где оно будет звучать. Спасибо. У меня звонит телефон. Да. Да, вы заколебали. Я же сказала, что мне не нужно кабельное. Да. Вычеркните меня уже из всех ваших списков. У меня и телевизора-то нет. Да, да, все. Достали. Паш, может, еще по маленькой? Ты знаешь, как-то у меня еще колбасит после вчерашнего. Давай по маленькой. Как? Подожди, ты тоже бухал? Что значит тоже? Ты вчера на электрофорез. Так я же сказала, что я не ходила. У меня зубы болели. Я вчера достала Чиваса и слушала подстанцию. И подстанцию тоже. Да? Пока у них вещание не оборвалось. Ты, кстати, помнишь, как там? Аллах Вера. Звони ты бабе. Зачем? Звони бабе. Алло. Алло, здравствуйте, это Катя. Вы мне только что звонили. Муха, ладно, вчера. Скажите, а вы вчера выпивали крепкий алкоголь? Это нужно обязательно. Вопрос жизни и смерти. Да, выпивала. Скажем, радио слушала. Скажите, а радио? Радио вы слушали вчера? Слушала. Бляха, муха. Выходит, каждый, кто был пьян и слушал радио, остался жить. Не может быть. Твоя изжога подтверждение. Вот это, Паша, совпадение. Я знал, что этот мир безумен, так говорил и Дима Губин. Хотя известно, что вино для нашей печени губительно, для поджелудочной вредно, на вкус бывает отвратительно. Но вкупе с радиоволной вино меняет тип влияния. Кто любит радиовливание, тому не светит мир иной. Мы избежали кромца света. Пойдем отпразднуем это. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Губин.